всем привет друзья продолжая линейку моих топов сегодня у нас топ компрессор и сегодня я расскажу вам те топ приборы которые реально я использую во время сведения и пожалуй они являются незаменимыми в течение нескольких лет некоторые недавно появились а некоторые прям уже больше пяти шести лет находятся мне в арсенале ну что давайте приступим самый первый плагин это в селе 76 пожалуй этот компрессор является репликой легендарного компрессора 1176 в индустрии существует огромное количество альтернативов существует от universal аудио от компании артурия у компании softtube тоже есть версии так далее но в чем же отличие этого прибора в том что это именно 1176 который был сделан на основе прибора который находится в студии силой и характер звучания сатурации много много вещей в этом приборе реально очень классно и интересны я использую белую черную версию чаще всего я именно использую белую версию не считаю что этот прибор реально очень крутой подходит данный компрессор для компрессии вокала для компрессии бочек барабанов и в целом это очень классный универсальный компрессор для разных задач следующий прибор это dbx160 пожалуй один из лучших компрессоров для компрессии хайхетов бочек с неров и так далее у него очень классный шелчок я использую его в компрессии 1-2 децибела для того чтобы подчеркивать транзиенты ssl bass компрессор является одним из моих любимых bass компрессоров которые я использую на мастер шине на группах инструментах и так далее с помощью данного компрессора можно сделать склеивающую глю компрессию мне больше нравится в версии от waves от universal audio но существует опять же различные версии от ikea мультимедиа так далее так что вы можете использовать тот вариант который больше вам нравится чаще всего я его использую более таких нейтральных настройках вставляя всегда относительно среднюю либо большую атаку средний релиз и поджимая до 4 децибел одним из моих любимых приборов для динамической обработки является mv2 от компании waves в этом приборе находятся два компрессора в одном один компрессор поджимает другой выталкивает и с помощью данного подхода мы можем получить очень классный результат подходит данный прибор для всех задач для обработки вокала басов синтов перкуссии и так далее следующий прибор это просе 2 пожалуй это не маст хэв компрессор в моей цепочке но время от времени я использую в тех задачах когда он нужен это реально очень годный прибор но во-первых у него нету такого ярко выраженного характера сатурации то что позволяет этот прибор используйте на группах и на мастер-шине и при этом не получать сатурацию если нету такой задачи второе это то что здесь существует очень такой удобный сайчем фильтр с помощью которого вы можете фильтровать ту зону которая вам нужна и здесь получать уже определенную компрессию и третий плюс является то что здесь существуют различные алгоритмы с помощью которых вы можете переключаться и получить разные характеры компрессии API2500 это тоже склеивающий глю компрессор бас компрессор который вы можете использовать на мастер-шине а также для групповой обработки также я его использую чаще всего именно на мастер-шине вставляю например относительно медленную атаку ratio использую четырех к одному либо два к одному и быстрый либо средний релиз а также здесь переключаясь между тоннами для того чтобы получить тот характер который мне нужен данный компрессор является универсальным и подходит для компрессии во всех музыкальных направлениях от идема до хип-хопа от хип-хопа до роковых направлений и так далее одним из больших плюсов является то что у него очень своеобразный характер звучания транзиентов то что позволяет этот прибор использовать как супер современный модный компрессор следующий прибор у меня это прибор от компании slide digital под названием fg 401 пожалуй этот прибор у меня в арсенале находится больше пяти лет я его использую во всех музыкальных жанрах это один из моих любимых бас компрессоров шинных компрессоров для разных задач характер данного прибора является очень нейтральным несмотря на то что у него есть своеобразная сатурация она незначительная и позволяет этот прибор использовать во современных музыкальных направлениях софтюб динамит это пожалуй один из тоже очень интересных и крутых компрессоров тот характер звучания транзиентов которые вы можете получить с помощью данного прибора пожалуй возможно не будет доступна в других приборах с помощью этого прибора можно вытягивать транзиенты у перкуссионных инструментов у музыкальных инструментов и так далее подходит он и для незначительной компрессии для парочку децибел а также для параллельной компрессии когда вы можете поджимать на несколько десяток децибел при этом подмешивая к оригинальному сигналу звучит примерно вот так продолжаю тему характерных компрессоров я очень люблю использовать avantide omnipressor пожалуй это тоже очень интересный компрессор которая ну в реальной жизни как обычная компрессия но вряд ли будет работать но как параллельный компрессор для подмешивания либо добавления очень характерных транзиентов он реально подходит я его использую на перкуссиях на барабанах и в целом для того чтобы получить очень яркие такие ядовитые транзиенты следующий компрессор это компрессор от компании acustica audio под названием l-ray недавно компрессор получил обновление и здесь добавились новые функции например для того чтобы убрать the pump эффект например включить over sampling изменить размеры отображения так далее но пожалуй этот компрессор больше всего подходит для стабилизации звука особенно если надо вокал сделать более стабильным а также подходит для разных задач пожалуй это один из интересных классных мягких компрессоров ну и цепочку моего топа закрывает компрессор плагин от компании vertigo sound это именно плагин от компании vertigo не версия от плагин альянса прям от разработчиком которая сделана совместно с компанией impulsive audio его вы можете посмотреть на официальном сайте vertigo пожалуй этот компрессор является очень крутым мастеринговым компрессором этот функционал который находится на борту позволяет этот прибор использовать как для получения мягкой компрессии так и жесткой агрессивной компрессии радует то что на борту прибора находятся очень нейтральные музыкальные сайдчейм фильтры которые позволяют исключать ненужные низкие частоты при этом компрессируя то что вам нужно данный прибор я 99 процентов использую на мастер-шине время от времени могу использовать и на группах но это очень редко в конце хочу сказать что многие сейчас будут писать а где же лейтуэй где же дистрессор и много-много разных компрессоров которые я не упомяну конечно их существует огромное количество если сделать большой список то получится 30-40 и так далее на сегодня я вам показал примерно 11 компрессоров которые реально я использую в каждом проекте они у меня являются маст хэвами и большинство из них я использую либо для групповой обработки либо на мастер-шине либо для дизайна транзиентов и так далее берите это все вооружение используйте своих проектах а также не забывайте в комментариях написать ваш топ компрессоров которые вы используете каждый день ваших проектах ну что ж друзья на этом все до нового 7 видео уроков всем пока